Всем привет, дорогие друзья, с вами Таски, и добро пожаловать на новую, очень, как сказать, ну, очень срочную серийку, после которой я... Короче, у меня сейчас был фейл, прям очень-очень дикий фейл, я сейчас сидел, 15 минут записывал серию, но я забыл нажать на М12, чтобы делать запись видео. Короче, я сижу такой, купил себе новую основную тачку, там рассказывал про ГТР, там всякие истории из жизни, ну... Эй... Короче... Блин, что это? Мне самому прям стыдно за себя, я прям сейчас здесь весь покраснел. Я сидел 13 минут, по-моему, или 15 даже, сидел просто и разговаривал. Короче, в первую очередь я хочу обсудить одно. Когда набирается 100 подписчиков, то я сделаю конкурс на 3 места, это будет... Я еще не придумал что, но одно... По-моему, ну ладно, второе место, это будет вот такой вот субарик. Красавец, я тоже так думаю. Его мне подарил, сейчас я вам скажу, имя, это Кирилл Прожерин. Да, так, имя. И в игре у него никнейм Леопольд. Это очень хороший чувак, прям очень-прям дикий, дико хороший. Он мне предложил просто ВКонтакте, написал мне и сказал, типа... Бери себе субу, и я тебе ее подарю. Хочешь, катайся, и если нет, то просто... То просто разыграй ее. И я решил ее разыграть, на 100 подписчиков, на такой вот праздник, если когда-то они наберутся, конечно же. Так что подписывайтесь обязательно, ставьте Луизиана. И мне очень сильно понравилось это Субару. Я думал, кстати, он мне подарит какую-нибудь заколхожную, там, не знаю, там, анимешную Субару. Кстати, чтобы не... Аааа, я спалил тачку. Я думал, у меня подарит какую-нибудь заколхожную тачку, но нет, она мне очень сильно нравится. Кстати, у него хороший чип, вроде бы. Так вот. И... Что я еще хотел сказать? Ничего. И в этой серийке, когда я записывал нормально, я купил себе новую машину. По-моему, я, кстати, ее сейчас один раз... еще один раз палил. Но там и главное другое. Я, короче, хотел себе уже 4 дня, я искал себе ГТР, но в итоге купил себе дом на 2 места. Не спрашивайте, как это получилось. Что я искал одну, купил другое. Так вот. Я только что пошел на БУ. Я 4 дня мониторил постоянно этот долбанный БУ рынок. Ничего не было, вы понимаете? Просто ничего. А сейчас я просто пошел и нашел там дочь Challenger Hellcat с номерами с РТ-555777 регион. И ГТР, конечно же, который так долго искал. Но он был слишком дорогой. Я спросил Кирилла, типа, стоит ли брать этот ГТР, потому что он 6,3 ляма, когда все пацаны продают там за 5,7-6 лямов обычные. А за 6,5 это уже там всякие номера, там, не знаю. Я увидел там одну очень интересную машину, которая стояла прямо рядом-рядом. И из-за этого я ее и купил. Она стоит на 3 ляма, да, нет, на 2,5 ляма дешевле. И это вот. Это Shelby GT500, вроде бы, да. Это Shelby GT500 на этих вот номерах. Вы понимаете? А я, по-моему, я понял, почему у меня выключилась запись. Потому что я хотел сделать скриншот, а я написал, а я нажал на 12. Вот я дебил просто. Как можно перепутать такое во время серийки? Короче, просто дикая тачка. И еще один маленький моментик. Вы мне спросите. Какого вообще хрена у меня эта тачка до сих пор в инвентаре? Я же ее разыграл почти неделю назад. Просто у этого чувака, у Олега, по-моему... Да, Олег Микович, по-моему, его зовут, или Микович. У него сломался ком, потом его отремонтировал. Поэтому у него сейчас вылетает МТА, я не знаю, как с ним договориться. Поэтому, Олег, если ты смотришь эту серию, то знай. Твой чайник тебя ждет. Офигенный чайник. Мне уже, кстати, все говорят постоянно, что вот офигенный чайник, офигенный чайзер, там, все это. И я еще рассказывал одну историю про мой дикий чип. Я не буду его второй раз рассказывать. Я буду второй раз рассказывать, когда произойдет покупка ГТР, которую я так сильно хочу. Наливаем E85 топлива и проверяем. Сейчас я вам скажу, какие у меня результаты были на M5-60 на этой части дороги, то есть на драги. Сейчас посмотрю, кстати, в других там... Нет, даже в SF нет. Нету людей. Включаем зверя. И я вам сейчас покажу, что я делал на M5-60 на этом чипе. Нет, кстати. Нет, этот с багом ехал, точно. Я же с багом еще прикалывался. Я вспомнил. 5,6. А я помнил, раньше я делал... Что? Что мне кто опять пишет? Уходите отсюда. Так вот. Я помню, по-моему, с этим чипом 6,7 где-то я делал. Вот этот прям промежуток. Фух. Я думаю, он будет прям очень дико валить этот Шелби на этом чипе, потому что он просто дичайший. Особенно эти номера. Давай. Я думаю, вам... Вы сразу поняли, что эта машина прям очень быстро едет. Вот очень сильно хочется заизнуться с кем-то. Но нету никого, кстати. Это обидно. Видите, как он быстро едет? Смотрите. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот. Конь, выразгон. Просмотрите на спидометр. А, ну да, конечно. Я же такой хороший двигатель. Блин, мне такая бреда до сих пор. Я сижу просто и думаю, почему я такой дебил? Почему я нажал на F12, чтобы сделать скриншот? Почему? Мне же так обидно, что я просто сидел и разговаривал, там рассказывал интересные истории, там, бла-бла-бла. Что со мной не так? Вот расскажите мне. Блин. И, ну, тачка реально годная, посмотрите. Я, я еще говорил, типа, ну, я эту тачку точно не куплю. Да-да-да. Да, конечно. Я ее не куплю, поэтому я ее взял. Бум, сейчас у меня в банке 2, да, 2 ляма 400. 2 ляма даже 500, если что. И, блин. Хорошая тачка. Я ее перепродам, наверное, за ту же цену. Ну, кто хочет, кстати, ее купить у меня, то пишите, я вам продам по ту же цену, которая на БАУ рынке, я думаю. И что там? 1,2, как, а, диски. Ладно. И там в чате опять. Смотрю. М. Ясно. Я подумал, что у нас тут банковат. Ну, да ладно. Сейчас меню обратно чип, потому что он слишком дикий для того, чтобы просто гонять на нем по городе. Хотя, почему бы и нет, вы смотрите. Посмотрите, что он творит. Сразу 385. Тормозов. Нет, а зачем? Кому это нужно? Это, кстати, заднеприводный чип. Он прям дичайший. Я уже 50 раз сказал, но вы должны понять, что он дичайший. Особенно с этой тачкой и с этими номерами. Здоровая 1,6. Надеюсь, когда-то я куплю себе 1,6 и всякие другие вещи. Итак, что сейчас делать? Что я хотел сделать? Я не знаю, что я хотел сделать. Ну, да ладно. Да, по сути... Можно, кстати, посмотреть. Но, нет. Я не хочу тюнить. У него слишком она идеальная какая-то. Прям очень хорошо выглядит тачка. И я доволен этой покупкой. Такая вот получилась серийка. Хотя, блин, ну 13 минут. Как могу вообще 13 минут? Или 15 даже. Просто сидеть и болтать, когда я там покупал тачку, там записывал. Ах, обидно. А, я хотел... Ладно. Ну, пацанов, тут своя атмосфера, ясно. Кто это? Ультим. Ладно. Возьму-ка я себе обратно драг Шелби. Нет, М5 комфорт. Я лучше возьму и поставлю ускорение на 60. Кто мне опять пишет? Хватит мне писать. Во, 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 во. Смотрите. Сейчас получается как заднеприводный чип на дрифт. Но при этом, если я просто буду ехать прямо, то машина будет разгоняться быстренько. Фух. Вроде бы я всё вам рассказал, что будет в ближайшие дни. Поэтому подписывайтесь на канал, дорогие друзья. Кстати, что мне сейчас делать с этим Шелби? Я же его купил. И что мне дальше делать с ней? Потому что я... У меня он не так уж и интересен вообще-то. Камлюху должен себе купить, наверное. Эта тачка не такая мне уже интересная. Поэтому что мне дальше делать? Просто соревноваться с кем-то на драге? Ну да ладно. Я как-то найду решение, пацаны. Кстати, можно же оценить, сколько у меня сейчас тачек, если что. Это первый раз, когда у меня столько машин у меня в гараже. У меня раньше максимально было там тачка за 4 ляма. Это был Мерседес, и меня на него кинули. Как раз когда я хотел купить себе гатор. Оу. Месье, а вы что, дрифтите? Я не понял. А я не понял. А шелби? Шелби, ты что? Что ты творишь? Ты что, умеешь дрифтить, что ли? Посмотрите. Просто едет вам прям... Эти 385, он будет очень долго разгоняться, но... Ну да ладно. Так, что мне сейчас делать с ним, а ничего. А, мне кинули на Мерседес, когда я хотел купить себе ГТР. Это было еще в 2016 году, когда ГТР стоил там 4 ляма. И прямо-прямо перед тем, как добавить этот за 7 лямов. Все тогда еще бомбили, я тоже, кстати. Я тоже всегда бомбил. Почему так дорого поставили? ГТР 7 лямов. Какие 7 лямов? Вы что, совсем? О, прям... Блин, да мне нравится уже этот шелби. Может быть, я его оставлю себе на постоянку, а? Что вы думаете? Вроде бы я вам все рассказал. Подписывайтесь на канал, потому что у меня там будет, я как уже говорил, конкурс на 3 призовые места. Которые будут достаточно интересные. И я думаю, вам понравится, кстати. 3 призовые места, чтобы просто за ничего, так сказать. И это будет перенабирание 100 подписчиков. И еще будет видосик, я, наверное, тоже думаю на 50 подписчиков. Хотя я его обещал на 50. И я вам покажу, как я зарабатываю в МТА. Там по 1-2 лямов за день просто легко. Но я думаю, что многие так умеют делать. Но после этого я вообще не устал. И вы понимаете? Я просто сижу и думаю, ну нормально, что. Я вам это расскажу. Это будет очень полезный видосик. И все, пацаны. А, я же говорил, конечно, я опять забыл. Какие у меня сейчас тачки? Это мой чайзер, который я уже не мой. Да ладно. И моя Суба, которая скоро будет не моя, а ваша уже. Красотки. Просто красотки. Первый раз у меня 3 машины. Спасибо тебе. Сейчас. Ну ладно, скажу просто имя Кирилл. Спасибо тебе огромное за этот подгончик. Этот Субарик красивый, офигенный. С этой баночкой. Надеюсь, я на нем буду кататься. Кстати, какой у него пробег? Сейчас проверю. 605. Ну значит, тут 605. Тут 790 примерно. Я на нем накатал. И тут 3000 километров. Да ладно. Мне очень сильно понравился. Особенно из-за номеров. Вот смотрите, какая у меня коллекция сейчас. Я очень сильно рад, что так получилось. И все, пацаны. По-моему, я уже записываю. Ну так уж и долго. Короче, кто хочет мне помочь так же, как и Кирилл, с розыгрышами, можете мне писать в личку. В ВКонтакте оставлю. Кстати, забыл сказать, что я играю, как всегда, на третьем сервере. МТА, Си, Сити, Планет. И все вроде бы. Кстати, домик у меня прям слева сверху. Как вы можете увидеть. Там возле, где два якоря. И все. Что, метка на ка... Че? Вон, нафига. Ну, да ладно. Я уже 50 раз это говорю, но всем подписывайтесь на канал, почему тут такие кривые полосы на капоте. Ставьте лайки. Не знаю, там, все делайте. Потому что серийка достаточно интересная. Я купил себе такого монстра. Просто дикого монстра. И ждите новых обновлений. Я вам все буду рассказывать. Например, по... Как я хочу очень сильно купить себе ГТР. Я, наконец-то, нашел его. Но он стоил 6,3 ляма. Но его были казахстанские номера. Но... Мне не нужен ГТР на казахстанских номерах за 6,3 ляма. И все. Все подписывайтесь. Я уже опять это говорю, но... Потому что вы мне очень сильно дорогие. И у нас 86 человек на момент снятия этого видосика. Поэтому... Сейчас. Ставлю. Так. Все нормально. Всем удачи, дорогие друзья. И... Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok